Развалили Советский Союз, в первую очередь, русские патриоты. Они же, я думаю, додобьют в Россию. Средний эстетический обыватель, он найдет любое объяснение идеологически правильное, тому же, лишь бы им ничего не делать. Расскажите о себе. Меня зовут Евгений, родом я из Магадана, но в Грузию приехал из Москвы. Я занимаюсь продвижением оппозиционных СМИ, то есть работаю в медиа, занимаюсь СММ и всеми другими способами продвижения, работаю с оппозиционными изданиями, запрещенными в России, сблокированными и так далее. Что война изменила в вашей жизни? На самом деле, мою жизнь непосредственно бытовую, она не очень сильно изменила, потому что в Грузии я приехал раньше, чем началась война, уже из-за проблем, связанных с работой и с другими моментами. Она изменила мою жизнь, скорее, в плане целеполагания. Я уже понял, что в Россию я вряд ли вернусь в ближайшие годы, да и даже в случае закончится война, сменится там режим и так далее, у меня большого желания возвращаться туда нет. Только разве что при каких-то там определенных обстоятельствах. И поэтому сейчас при планировании, при том, как я вижу свою жизнь наперед, я не вижу ее связанной с Россией. Вы были создателем сетевого сообщества, а потом соавтором книг под названием «Она развалилась». О чем этот проект? Да, я был создателем сообщества «Она развалилась». Крупное было сообщество ВКонтакте. Под него мы выпустили две книги, мы про него сделали подкасты в серию делали. Ну, в общем, такое. Оно было медийно достаточно успешное. Как раз вот с началом войны мы объявили о том, что мы его закрываем, потому что, несмотря на то, что сообщество было сугубо историческое, мы занимались там сбором информации, публикации о периоде с 1985 по 1999 год в бывшем СССР и в бывших странах Восточного Блока. Частично эксплуатировали ностальгию какую-то, которая у людей есть. Частично использовали шок-контент и так далее. Но, в общем, оно было достаточно успешно. И мы его закрыли именно по той причине, что мы, в общем-то, никогда не скрывали свою политическую позицию, никогда не скрывали свое отрицательное отношение к тому, что нас не устраивает. И в настоящий момент из тех, кто занимался сообществом, один Феликс Елисеев сидит за призывы к терроризму, статья у него в Липецке. Один, вот Максим Доценко сейчас в Тбилиси, он буквально успел убежать после того, как ему начали стучаться в дверь. Ну и, в общем, все разъехались, сообщество мы закрыли. Сейчас вот занимаемся другими проектами. А могла та империя не развалиться? Вообще, в принципе, могла, да. Там же, кто развалил, грубо говоря, СССР? Его развалили не там демократы и не кто-то еще, его развалила политические элиты трех стран, да. Весь распад СССР – это эпизод борьбы за власть между Ельцином и Горбачевым, на мой взгляд. Ельцин нашел легкий способ избавиться от Горбачева. Нет СССР, нет Горбачева. Так что, в первую очередь, упрекать... А Ельцин же тогда был воплощением такого русского патриотизма. Он там стал президентом РСФСР. Он там много эту тему эксплуатировал. И если мы будем копаться, то многие корни того, что происходит сейчас, это же они находятся в ельцинской паре. Речь даже не только о том, что Путин – преемник Ельцина. Мы не будем вспоминать, что Ельцин делал с Чечнёй. Сейчас иногда его приводят, в пример. Вот там, 90-е и свобода. Ну, вообще, вот там, Чечню в бомбили в каменный век буквально. Она до сих пор из него не вылезла. Или доктрина о защите, концепция защиты прав русских за рубежом. Её приняли при Ельцине в 95-м году. Можно сказать, что развалили Советский Союз, в первую очередь, русские патриоты. Они же, я думаю, додобьют и Россию. А каким для вас было то время? Есть те, кто вспоминает его с ностальгией. Есть те, кто вспоминает с ужасом. А вы? Мне в 99-м году было 16 лет. Конечно, я закончил школу в 99-м году. Конечно, для меня это, в первую очередь, ностальгический период. Там первые влюбленности и так далее. Но на самом деле, я вот сейчас анализирую, вспоминая свое детство, отрочество. Тогда это казалось нормальным. Но это было чудовищно. Я жил на Дальнем Востоке. Я знаю, что такое верное отключение электричества. Я знаю, что такое родители сидят без работы. Я пришел к левым политическим убеждениям в 98-м году, когда я шел голодный по улице. А мимо меня люди в дорогом джипе проезжали. Я подумал, почему так? Почему я такой хороший, начитанный, умный? Я голодный. А они вот не такие. Они в дорогой машине. Путин – это закономерное продолжение, естественное. Потому что когда появилась у нас сверхпрезидентская республика? Когда в 93-м году президент расстрелял парламент из танков. И принял вот эту конституцию, которую Путин логически завершил в 2020 году, когда было голосование по поправкам. И я никакого разрыва между 90-ми, нулевыми, десятыми и двадцатыми не вижу. Для меня это все просто единое, некое поступательное движение. Что все к тому и шло. Сверхпрезидентская республика, привычка решать проблемы военным путем, волюнтаризм в принятии решений, расправы с оппозицией. Если вспоминать тот же 93-й год, почему вышли из тюрьмы-то, собственно, люди посаженные, народные депутаты вообще-то, их люди выбирали. Потому что Госдума приняла закон об амнистии. Это не благодаря Ельцину, но вопреки ему. А Россия развалится? Может быть, мне этого хотелось бы, но я пока не вижу каких-то тенденций. Я не вижу ни сильных сепаратистов. Ну, я не вижу того, что было в конце 80-х, начале 90-х. Хотя, с другой стороны, в начале 80-х этого тоже никто не видел. Нет никаких сильных сепаратистских движений. Единственный какой-то региональный лидер, которого я вижу, который бы мог что-то там отделять в случае, это Кадыров. Понятно, что у него деньги из Москвы закончатся, они там про Эчкерию, может быть, сразу вспомнят. Пока я никаких тенденций и предпосылок для этого на самом деле не вижу. Возможно ли мирная трансформация нынешнего политического режима? Мне неизвестен случай в истории России, чтобы в ней было демократическое общество. И я сомневаюсь, что оно появится. Проблема, мне кажется, в самой России. Ближайший аналог России – это Турция, по-моему. Тоже страна с большими проблемами с демократией, с экспансионистской политикой и так далее. Две недобитые континентальные империи в свое время. Так что нет, я не верю ни в какую трансформацию России в демократию. Может быть, какая-то часть России все-таки произойдет развал, но это вопрос десятилетий, это не ближайшего времени совершенно. Несмотря на популярность сегодня всех деколониальных, всех этих студий и так далее, но деколониализм – это все-таки не научная концепция, разделяемая парой десятки человек в Твиттере. Все деколониальные движения 20 века – это вооруженные люди с оружием в руках. Демократии в России никогда не было. Я считаю, что когда с одной стороны парламент расстреливают из танков, а с другой – регион бомбят авиацией, ну это как бы не совсем демократия. А если вспомнить начало, самое начало 90-х, еще даже до разгона Верховного Совета, впервые ОМОН на улицах Москвы применили не в Советском Союзе. 92-й год, 23-е февраля. Ельцинский ОМОН разгонял, их тогда назвали краснокоричневыми, всех этих. Вот стереотип ОМОНовец, избивающий старика, он уже из начала 90-х. Сейчас ОМОНовцы, ну сейчас уже никого не избивают в митингов, нет. В последние годы ОМОНовцы в основном молодежь избивали, но это такой был классический стереотип, который ОМОНовец сбьет старика. Откуда он взялся? Это 92-й, 93-й год. Россия, мне кажется, сама сущность, ну это не совсем, конечно, научно будет, не историчное рассуждение, но любая попытка России что-то строить оригинальное, кроме самодержавия в той иной форме, всегда заканчивалась еще большей кровью. То есть 17-й год, попытка принести в Россию социал-демократические идеи, которые, допустим, в Германии, Вермская республика, это была социал-демократия, самый прогрессивный в тот момент закончилась, в итоге ГУЛАГом. Попытка построить в России демократию американского образца закончилась тем, что вот мы имеем то, что имеем. Можно ли было в таком случае избежать этой войны? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что война стала неожиданностью для очень многих. То есть я сам думал, что война будет, но для меня это было такое допущение на грани реальности тоже. А большинство людей они даже не предполагали. И само это говорит о том, что войны можно было избежать, то, что она стала неожиданностью для многих людей. С другой стороны, многие не обращали, ну, после 2014 года Донбасс, ситуация на Донбассе, а ее вытеснили за пределы сознания, не говоря уже о том, что Крым, он для многих был вообще какой-то нормой. Только если ты более-менее все время сохранял понимание, что есть Крым, есть Донбасс, было понятно, что это в той или иной форме, оно неразрешимо, кроме как военным путем. Но для большинства населения Крым и Донбасс это было что-то отдельное, и поэтому такой неожиданностью стала война. Почему многие в России поддерживают войну? Я думаю, не в последнюю очередь это связано буквально с государственной пропагандой. Поскольку, как простой пример, я помню, вот в те же 90-е, я был подростком, была такая повальная американофилия в обществе. Там американский флаг, американский значок поставить. Почему? Ну, потому что это было как бы более-менее мейнстримным мнением, которое приходило откуда, оно приходило из СМИ. Сейчас такое, на мой взгляд, если рубильники переключить, то там через три месяца уже будут совсем другие взгляды у многих людей. Любовь к Америке может вернуться снова. Мне кажется, возможно, что угодно на самом деле. Да, потому что, вспомню, впервые люди с ЛГБТ-флагами прошли по Москве в 98-м году на празднование Дня города. Это, как считается, первый и последний российский гей-прайд. Ну и ничего, никто там на них не набросился с кулаками, никто их не разгонял и так далее. Ну и вообще, в целом, мнение России, как и стране там, очень консервативное и так далее, оно не подтверждается фактами. Никто, в церковь входит, там, какое-то минимальное количество населения. Если мы вспомним, вот если возвращаться к теме ЛГБТ, если мы вспомним, как там в нулевые пытались проводить свои мероприятия, на мероприятии нападали какие-нибудь нацисты, но нападали все равно какие-то единицы тоже приходили. Там 20 человек стоит флагом, 5 человек на них нападает. Там не собирались районы, там, с факелами не шли разгонять, потому что, по большому счету, российскому обывателю плевать на все эти вещи. И он после десятилетий политики, которая отбивала у людей любую тягу к политическому активизму, к политическому действию, средний эстетический обыватель, он найдет любое объяснение идеологически правильное, там, ну, лишь бы ему ничего не делать. Что не так с Россией? Россия – это периферийная страна. Вообще, демократия и институты, они хорошо получаются, если мы возьмем миросистемную теорию Валерстайна особенно и так далее, они хорошо получаются в странах старой Европы. Мир, грубо говоря, он разделен по хозяйственному признаку, и мы видим, что хорошо демократия получается там где-нибудь в Норвегии, а вот Гаити – маленький остров возле США, там никогда не было никакого коммунизма, ничего. Но там с демократией почему-то тоже очень плохо, потому что распределение хозяйствующих субъектов в мире, оно уже произошло. И демократия – это то, что бывает в странах с определенным экономическим развитием, с определенной там ролью и так далее. Иногда в этот клуб кого-то пускают и так далее, но сама по себе она не строится. Возьмем Южную Америку, сколько лет там строят демократию, но стран, на которые поориентировались, давайте сделаем, как, не знаю, в Колумбии. Ни один разумный человек не заявит. Чего боитесь больше всего? Больше всего лично я боюсь высоты. Каким видите будущее России и Украины? Ну, будущее Украины, я думаю, что Украина в войне, безусловно, победит, хотя какой ценой, непонятно, да. Это не вопрос веры, а вопрос реальности, которую мы видим на фронте и так далее. Может быть, с потерями, в том числе территориальными, я допускаю, она победит, потому что бесконечно боевать никто не может. Будущее Украины – это очень долгое восстановление на десятилетия. И я думаю, там тоже будут свои проблемы, вот, потому что страна там с огромным количеством фронтовиков привыкшет там решать вопросы определенным образом и так далее. Но в целом у Украины будущее есть, потому что это все время, но это все преодолимо. И отстроить страну заново, и там перестроить общество, как-то если нужно ее перестраивать. В России я на ближайшие 20 лет вижу только усиление диктатуры. Усиление диктатуры даже после поражения в войне, потому что я не вижу никаких оснований, чтобы эта диктатура пала после поражения в войне. Наоборот, она еще более усилится. Будет, как в Германии, поиск дополнительных врагов, легенда об ударе ножом в спине, дополнительные витки репрессий. Что будет потом, мне сложно сказать. Редактор субтитров А.Семкин